Мы находимся на пороге масштабнейшего альтсезона. Как вы можете видеть, альтсезон индекс находится сейчас на отметке 53. И буквально прямо сейчас смещается в сторону альтсезона. Как вы можете видеть, с мая по август вместе с падением у нас была просадка также и альтдоминации. То есть первая часть альтсезона у нас была весной. И сейчас мы снова возвращаемся обратно. Если вы посмотрите исторически, то у нас также и было в 2017 году, в прошлом альтсезоне, мы падали и после этого снова возвращались обратно в ноябре-декабре месяце уже в самый масштабнейший альтсезон. Что мы видим и сейчас, ребята? Монеты отстреливают, доминация BTC падает на недельном таймфрейме. Мы видим, что мы отвергаемся прямо сейчас от сетки EMA Ribbon и собираемся переписывать All Time Low 2017 года. О чем это нам говорит? Что это значит? Я расскажу вам прямо сейчас, что я думаю. Поэтому оставайтесь с нами, будет познавательненько. Вот. И если уж на что-то ставить в лонг, ребята, то это точно на количество подписчиков на нашем канале. Посмотрите сами. Это самый устойчивый аптренд. И вот мы с вами подходим к сопротивлению в 57 тысяч подписчиков. Поэтому давайте здесь немного поконсолидируемся, пробьем и улетим уже гораздо выше 60 вместе с вами и обгоним биткоин. Итак, что мы можем видеть по биткоину? Давайте с него начнем. На недельном таймфрейме у нас абсолютно устойчивый аптренд. Никаких признаков вообще на разворот. Супер зеленые свечи хайка наши. Такие же, как были вот здесь. Поэтому если мы экстраполируем вот это движение сюда, плюс-минус более резко и экспоненциально, то мы получим вот такую картину, что мы можем увидеть с вами шестизначный биткоин уже гораздо быстрее, чем многие думают. Поэтому, опять же, это все дисклеймер, не финансовый совет. Я художник, я так вижу, как говорится. Я на это сам ставлю, сам лангую, как вы знаете. Поэтому не просто вам тут рассказываю дичь всякую, а сам этого ожидаю. Окей, ну что с альткоинами, спросите вы? И давайте взглянем на Total 2. Потому что Total 1, общая капитализация крипторынка, у нас уже переписала all-time high. В основном из-за биткоина, конечно, и устремляется на новые высоты. Но Total 2 мы видим, что прямо сейчас сражается с all-time high. Прямо сейчас уже его на самом деле переписывает второй недельной свечкой. Сейчас, если мы закрепляемся выше, это будет очень-очень мощнейший сигнал. Потому что по Total 2 мы вообще отлично отбились от сетки, ребята. И, собственно, что мы видим, что многие альты начали дико стрелять. Например, мое внимание очень привлек Basic Attention Token на днях. Я как раз про него говорил недавно. И он выдал очень-очень хорошую свечку. За эту недельную свечку он дал 135%. Brave Browser токен. Кстати, кто не использует Brave Browser, всем рекомендую. Очень крутой браузер с защитой от слежки, со встроенным Adblocker от рекламы и так далее и тому подобное. Но самое прикольное, что он уже после этого пампа скорректировался на 30 с чем-то процентов. Поэтому, на самом деле, Basic сейчас лежит на уровне предыдущего сопротивления. То есть, в принципе, в теории теханализа – это очень хороший уровень для реаккумуляции. Если он, конечно, не сделает памп и дамп, то, в принципе, он, возможно, здесь поконсолидируется и отскочит. Поэтому я лично лонгую Basic. Вот. Также мне очень понравилось, как повела себя MANA. MANA Decentraland. Я ее тоже держу, кто знает, с 2019 года еще. Сейчас мы видим очень сильный хайп в NFT секторе и в игровом секторе. Это, собственно, одно не без другого. MANA Decentraland – это одна из крутейших игр на блокчейне. Это виртуальная реальность. Целый мир. Там можно, знаете, концерты дают сейчас в локдаун популярные музыканты. Рекламу свою на транспарантах. Ну, вы покупаете землю. Рекламу свою можете на счетах делать и так далее и тому подобное. Короче, очень крутая тема. Вот. А она тоже, как вы можете видеть, дала за пару недель уже 500%. Но после этого, естественно, тоже скорректировалась сильно. Поэтому прямо сейчас MANA, конечно, покупать, наверное, в краткосроке опасно, потому что она может сильнее скорректироваться. Но в долгую, я думаю, что этот тренд только начался. Вот. И мы, на самом деле, видим с вами по многим альткоинам такую ситуацию. Старички, конечно, отстают. Но это же прекрасно, ребят, что старички отстают. Тут вы можете спокойно их старить и не париться. Вот. Я делал более подробный обзор альткоинов. Сейчас он появится сверху. Буквально позавчера ничего не изменилось на недельном таймфрейме. Картина все та же. Там всех старичков посмотрели. Что мы там не смотрели? Это BNB. Давайте я пару слов скажу, что я думаю про BNB. BNB выглядит по-быче. И вполне вероятно, что он сейчас пробивает это сопротивление, что он пойдет выпиливать свой all-time high. Опять же, зависит от общей конъюнктуры рынка. Поэтому вероятно, что BNB перепишет all-time high и уйдет выше. Но просто есть маленький дисклеймер. BNB уже, понимаете, он стоил недавно вот тут вот по 40 долларов и меньше. BNB с тех самых пор уже выдал почти 4000%. Вот почему я говорю аккуратнее с BNB, с Solana. Чисто с точки зрения теханализа это был уже очень сильный памп. С другой стороны, и по эфиру тоже у нас был почти такой же памп. Поэтому вот BNB и Chainlink, лично мое предостережение, сейчас мы Chainlink тоже глянем, в том, что заключается вам предостережение, что смотрите, BNB весь 2019 год рос, сильно рос. И Chainlink тоже весь 2019 год рос, и 2020. А это был медвежий год крипты, то есть биткоин и эфир тогда падали, и все монеты. Соответственно, я не исключаю того, что если сейчас биткоин, эфир и альты будут расти, недокупленные, что BNB могут уйти с Chainlink в медвежий рынок. Поэтому как бы я не говорю, что это будет, но я говорю о том, что на балансе вероятности у BNB уже очень хороший был рост. Поэтому сильно слишком я бы в него сейчас не входил, как и в Chainlink. Посмотрите, тоже похожая ситуация. Chainlink весь 2019 год очень сильно рос, если вы посмотрите. Он вырос с каких-то центов до 5 долларов или до 10, а сейчас он стоит уже 30 и поднимался на 50. То есть да, скорее всего, он перепишет high, но после этого нас ждут очень-очень сильные коррекции, на мой взгляд. Может быть, уже в медвежьем рынке. Поэтому я бы на вашем месте не лез в такие альты, которые уже очень сильно стрельнули. Карданы к ним тоже относятся. А вот лайткоин, который еще пока не так сильно, смотрите, он даже all-time high не переписал. То есть лайткоин по этой схеме должен уже быть где-то на 1000 долларов. Опять же, смотрите на лайткоин BTC и видите, что он находится на all-time low, поэтому тут будет очень сильный отстрел. То же самое и биткоин кэш. И я уж молчу про Dash, ребята. Если лайткоин уже переписал all-time high и XMR, то Dash к доллару, посмотрите, он еще даже близко не переписал all-time high. То есть тут, в принципе, сначала 10 иксов досюда, и потом, понимаете, еще потенциальные 10 иксов. Потому что в логарифме это выглядит нормально, то, что я нарисовал. Это абсолютно выглядит нормально. Если вы начертите логарифмический канал, то вы увидите, что мы находимся сейчас в самом низу, в накоплении по Dash, и верхняя граница канала в районе 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Так что не финансовый совет, дисклеймер. Новые альты, конечно же, тоже. На новых альтах можно очень неплохо сейчас зарабатывать. Они стреляют как, будьте здрасте, и, кстати, не только новые. Поэтому не вопрос. Просто я вам говорю о другом. Что как инвестицию в альткоины, в старые, вы можете рассмотреть более среднесрочную, долгосрочную. А на новых альтах, ну что, можете иксовать, но надо ставить стопы тогда. Потому что мало ли чего, понимаете. Они могут также и задампиться сильно. А в целом, еще раз вам говорю, какие альты подобрать, вы просто смотрите альтсезон индекс, ссылка на него есть в описании. И видите, что за 90 дней уже очень сильно иксанули FTM и SHIBA. Это говорит нам о том, что как минимум их сейчас брать небезопасно. Есть вероятность большой коррекции. И очень мало за 90 дней иксанули ETH Classic, Bitcoin Cash, Cake, Uniswap, вот эти все монеты. EOS, видите, TETA, XMR, очень удобно. Flow вообще в минусах. Но за 90 дней это достаточно неустойчивый показатель. Лучше всего смотреть за год. Вот здесь вот сверху включаете год. Во-первых, он нам показывает, что сейчас альткоин год, что означает, что альты растут быстрее, чем биток. Да, вот у нас где биток. И вы видите, что за год очень сильно отросли FTM, Luna, Matic, Solana, Dodge, One. Соответственно, по моей стратегии их брать не надо сейчас, потому что очень высокая вероятность коррекции. Но при этом, блин, почему он меняется? Но при этом достаточно мало отросли вот эти все альты. BSV, ну это скам. Надо только отделять скам от нормальных монет. BSV это чистый скам. Но при этом EOS, вот видите, манера, биткоин кэш, крипто.ком, линк, лео, нео, тезис, лайткоин, трон. Видите? Вот все эти монеты, в том числе и рипл, все еще очень-очень мало отросли. Поэтому эта метрика на самом деле помогает определить, что сейчас происходит. Количество шартов на данные 5 минут, когда я это записываю, зашкаливает. Соответственно, мы на них сейчас и растем. Ну, фандинг такой, что шартистам платят лонгисты. То есть лонгисты готовы отдать часть своей прибыли даже на бешеный фандинг. Вот. У меня на Bybit открыты лонги Dash, ETH, Classic, Bitcoin, ETH, XRP, Polkadot. На Binance открыты лонги Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, ETH, Classic, Basic Attention, XLM, Atom, Raven, 1inch, Dot, Matic, XRP, чуть-чуть Anthology и Tron. Вот. Как вы можете видеть, у меня открыта куча лонгов. Соответственно, я делаю сам то, что говорю. Но давайте все-таки посмотрим в ближайшем краткосроке, что происходит с биткоином, чтобы понять в целом, что будет с рынком. Ждать ли нам коррекции. Похоже, что это была уже та ступенька следующая. Посмотрите, у нас, когда мы находимся в восходящем аптренде, у нас есть повышающиеся минимумы. Можно считать вот это, конечно, за минимум, но это скорее был просто высер. Вот у нас повышающиеся минимумы. И вот этими ступеньками мы идем. Опять же, смотрите, такой же высер. Вот у нас был минимум. Вот минимум. То есть, у нас реально есть вот такой эффект пружинки, который идет наверх. Конечно же, мы можем в какой-то момент сломать этот эффект и уйти ниже. И после этого только отскочить. Но пока, на мой взгляд, мы очень хорошо отбились. На мой взгляд. Особенно, как Dash. Посмотрите, тютелька в тютельку. Вот лучшая точка входа всегда – это за тенью. Если вы хотите войти, ставьте в ведра. И не ставьте слишком близко стоп. Потому что, смотрите, если бы у вас стоял здесь стоп, или вы передвинули стоп в профит, что я входил в сделку раньше, вам бы выбило нахрен вас в стоп. Поэтому лучше не берите большие плечи, ставьте подальше стоп, или вообще не ставьте стоп с маленьким плечом, он не нужен, в принципе. И контролируйте свою позицию аккуратно. Ну а так, дисклеймер, не финансовый совет. В принципе, наверное, все, что хотел сказать, сказал. Еще раз вам говорю, по мне так сейчас супер бычий расклад. Потому что, ну, ребят, на недельном таймфрейме у нас все зеленое, и мы пробиваем all-time high. Ну, мы можем, конечно, откатиться перед этим пробитием еще. Но в целом это точно идет наверх. И общая рыночная капитализация уже в районе 3 триллионов, ребят, это так незаметно происходит. Еще недавно был триллион, если вы помните. И это явно все летит куда-то на 10 триллионов. Это не значит, что там 10 триллионов реальных денег ликвидных в этом. Нет, конечно же. Общая рыночная капитализация – это просто цена монет, умноженная на их количество. Но это значит то, что огромное внимание сейчас криптоиндустрии привлекается. И скоро что-то будет, скоро что-то будет. Опять же, альткоины нам с вами это показывают. Кейк еще меня просили посмотреть, что типа, что с ним будет, что будет с кейком. Да что, что будет, будет с ним точно что-то. Потому что PancakeSwap, ребята, это вам не хухры-мухры. Это серьезный DEX. И кейк сейчас выглядит более-менее как 1-inch, поджимается. Вот это сопротивление нам нужно пробить. И я думаю, что развязка очень близко по кейку. Но я думаю, что это пойдет туда. Но не забывайте о том, что любой аптренд, любой лонг, он начинается всегда с дампа, с выноса стопов. Посмотрите, как здесь, даже как вот здесь. Ложное движение вот здесь. То есть обычно перед хорошим движением наверх мы видим вот такую штуку. Поэтому будьте к этому готовы. Не ставьте близко стопы. Дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гринни, это канал Crypto Commons. Все ссылки в описании. Спасибо, что подписываетесь, добавляетесь. Вон, пока мы пишем это видео, уже добавилось еще 5 человек. Подписывайтесь на наш второй канал из описания Crypto Commons 2.0. Или просто в поиске в бете Crypto Commons 2.0. Там мы делаем переводы зарубежной аналитики. Для вас очень-очень полезные, крутые видосы выходят. Так что всем профитролей и хорошего настроения. Продолжение следует... Продолжение следует...